МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Молоко из Комсомольского. В районе открыли новый агрокомплекс. Чистая страна и народный контроль, как реализуют партийные проекты в республике. В Чувашии действуют новые тарифы на услуги ЖКХ. Курс на цифровизацию о преобразовании таможенной системы в целом и электронном декларировании. В частности, глава Чувашии Михаил Игнатьев говорил сегодня с начальником Приволжского таможенного управления Сергеем Рыбкиным. Приволжская электронная таможня заработала осенью прошлого года. Даже за такое короткое время стало ясно. Система работает. Таможенные процессы стали быстрыми, понятными, прозрачными. Действует принцип одного окна. Прием, регистрация электронных деклараций, товары, электронные документы, принятие решений о выпуске товаров. Декларация оформляется всего за 3-5 минут. Сокращение сроков оформления, чтобы на бизнес сообщества, независимо от форм собственности, малый бизнес, средний или крупный бизнес, не влияло. То есть вот мы должны достигнуть в этом году где-то 60% авторегистрации и автовыпуска без человеческого фактора. Это очень значимо нашей общей совместной деятельности, потому что снимаются сдерживающие факторы, все по скорости времени, используя информационные технологии, коммуникации в электронном формате, без хождения, без превращения дип-курьеров наших предпринимателей или их сотрудников, все хорошо получается. Сергей Рыбкин отметил, что в среднем каждый день оформляется от 1000 до 1500 деклараций. В последнее время значительно увеличилось количество предпринимателей ищувашие. Предприятия развиваются, выходят на мировые рынки. Вырос внешний торговый оборот. Вслед за Привожским электронные таможни открылись на Урале и на Северном Кавказе. Цифровизация экономики продолжится. Всего до конца 2020 года в России должны заработать 8 электронных таможен в федеральных округах и столько же специализированных центров электронного декларирования. Галина Титарчук, Павел Оридков, Республика. Сегодня в Комсомольском районе начал работу новый животноводческий комплекс. С вводом его в эксплуатацию у сельхозпредприятия «Рассвет» появились и дополнительные возможности для развития молочного дела. Размах инвестиционного проекта подтверждают цифры. На возведение нового агрокомплекса направили более 50 миллионов рублей. Для 200 коров здесь оборудовали современный доильный зал и лабораторию для проверки качества молока. Главная задача сельхозпредприятия – увеличить объемы реализации продукции. У вас по прошлому году, это самая баловка, если взять по производству молока, это около 700 тонн, да? На одну корову у нас получилось 690... Ну почти 700 тонн. 6992. 8 литров хватило. 100 голов дойное стадо было, да? 8 тысяч. Если сейчас на 200 голов вы прибавляете, у вас объемы почти более чем в два раза должен увеличиваться, да? Только в прошлом году в «Рассвете» продали порядка 700 тонн молока. Спрос на продукцию растет, налажены поставки и в другие районы. Глава региона отметил, что открытие агрокомплекса отразится на экономике муниципалитета. Это инвестиции в местный бюджет. Хозяйственные субъекты сами могут привлечь в небюджетные источники. На это есть государственная программа. В программе написано, предписаны мероприятия субсидийным процентным ставок. Если общий объем государственной поддержки взять, ежегодно около 3 миллиардов рублей. Во-вторых, создаются прекрасные, благоприятные условия для работников, для тружеников, для работы в этом производстве. В перспективе они рассчитывают выйти на 9 тысячный удой. Кроме этого, сейчас 300 голов уже дойные стадо, они должны увеличить не менее чем в два раза. И выйти уже на 2000 тонн. Аграрии делают ставку на качество молока. Сейчас необходимо заниматься его переработкой. У нас переработчиков даже с избытком. Покупателей хватает. Но могут дать и дороже, в зависимости от качества молока, и нам выгодно это получается. И сегодня уже хозяйство начинает продавать свою продукцию, продукции сельского хозяйства, на экспорт. Это, прежде всего, масочные культуры, соответственно, картофель. Потом, соответственно, кондитерская фабрика как продавала, так и продает. И мы поставили перед собой увеличить ежегодно объемы и экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов переработки. Вот это победа самих сельхозтоваропроизводителей. Глава республики отметил, что производители молока должны заключать прямые долгосрочные договоры с предприятиями, избегая перекупщиков. От этого повысится и рентабельность продукции. Когда летний период времени, летний пастбищный период времени, цены на молоко падают. Поэтому от объемов сегодня реально они могут выйти на заключение среднесрочных договоров и тем самым стабилизировать уровень цен в течение года. Это очень важно. То есть производитель есть, а переработчик хочет иметь постоянного поставщика, чтобы не было никаких сбоев. Строительство новых животноводческих комплексов для республики приоритет. Объемы господдержки аграриев продолжают увеличиваться. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика. В Чувашии реализуют проект «Чистая вода». Он призван решить проблемы рекультивации свалок, обеспечению граждан качественной питьевой водой, загрязнение воздуха и другие. Это один из 15 партийных проектов «Единой России». Вчера их реализацию обсудили на заседании регионального отделения. Пункты охраны зрения в школах, кабинеты стоматологии. Депутаты Госсовета от «Единой России» в позапрошлом году инициировали эти региональные проекты. Основная идея – объединить практикующее здравоохранение и систему образования. Сейчас в школах открыто 28 кабинетов, где следят за зрением детей, и 39, где принимает стоматолог. Примерно оснащение одного кабинета стоило около полутора миллионов рублей. Но действительно, это того стоило, эти средства. И самое главное, что эти кабинеты переданы стоматологическим поликлиникам. Там полностью приходит оттуда персонал профессиональных из стоматологической поликлиники. Они обеспечивают детей бесплатными расходными материалами, соответственно, это бесплатные осмотры и лечение. Интересный опыт, действительно интересный опыт. Он передовой был для того времени. И сейчас мы его полностью, следующий слайд, тиражируем на новых школах. Вот сдали школу на Гладково. Посмотрите, целый отдельный медицинский блок. Соблюдение законодательства требует и партийный проект «Народный контроль». Его участники, неравнодушные граждане общественной организации и представители бизнес-сообщества ежемесячно проверяли работу магазинов, аптек, развлекательных центров, детских лагерей. В апреле и в мае провели рейды в аптеки и аптечные пункты. В ходе данной проверки комиссия «Народного контроля» выявила свободную продажу асептолина, этилового спирта в аптеке на проспекте Мира, дом номер 92. Продажа антибиотиков без рецепта врача. Отсутствие некоторых жизненно важных лекарственных препаратов на прилавках. В связи с грубым нарушением законодательства нами был вызван наряд полиции. В ходе выявленных недостатков были направлены запросы в соответствующие органы. Из 14 проектов, реализованных в 2018 году, 11 социальных, 3 инфраструктурных. Это культура малой родины, детский спорт и городская среда. Последние, самые востребованные, отмечают партийцы. За год получилось благоустроить дворы и общественные места в 14 районах и городах Чувашии. В 2019-м работы по всем проектам продолжатся, появится и новое направление «Чистая страна». Чувашия поддержала эту идею. Мы понимаем важность, стоящая перед нами задача по сохранению экологии. Главное национальное достояние страны – это река Волга. Ликвидация свалок, проблемы полигонов, твердобытовых отходов, обеспечение граждан чистой питьевой водой. Вот эти задачи ставятся. На ближайшее состояние регионального политсовета партии предстоит утвердить регионального координатора нам. Реализация партийных проектов тесно связана с задачами, поставленными президентом России в майских указах. Органы исполнительной власти Чувашии подготовили 47 региональных проектов. На них в республике за три года планируется направить 120 миллиардов рублей. Мы должны еще усиливать на территории республики. Это вопросы повышения качества жизни, благоустройства территории, создания, одним словом, комфортной среды. Наша сильная сторона – это вопросы экологической безопасности. Я ответственно этому могу говорить. Это по оценке общественных организаций, даже общественной палаты Российской Федерации. Но есть слабые стороны в нашей общей совместной деятельности с партийцами. Нам надо поднимать доходы, об этом мы говорили. Сегодня пошел рост цен на потребительском рынке. Мы должны осуществлять партийный, общественный контроль. То, что партийцы сегодня делают. Это она единственная партия, которая ходит на рынки, ходит торговлю. Впрочем, ограничиваться только проектами не стоит, подчеркнул глава региона. Необходимо оперативно реагировать на все предложения. Для этого нужно постоянно встречаться с людьми. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика. Муниципалитет Чувашии подводит итоги работы за предыдущий год. Традиционно это происходит на совещании актива, где оценивают социально-экономическую ситуацию и определяют задачи на предстоящий период. Однако затронуть все актуальные вопросы в рамках одной встречи невозможно. Поэтому часть повестки решили обсудить в рабочем порядке с руководителями районов. Бюджет Парецкого района выполнен с ростом к предыдущему отчетному периоду почти на 2%. При этом собственные доходы увеличились еще заметнее, на 16%. Показатели по заработной плате, обозначенные указами президента страны, выполняются. Растет количество индивидуальных предпринимателей. Однако средний объем полученных от них отчислений ниже, чем по республике. По юридическим лицам я среди сельских районов скажу, что у вас не плохой показатель. Но при этом меня немножко напрягает негативная тенденция снижения количества юридических лиц. 96% к уровню 2017 года. Довольно успешно реализуются федеральные республиканские программы. Капремонт, создание комфортной среды, инициативное бюджетирование. Завершился первый этап проекта по обеспечению паричан качественной питьевой водой. Правительство нам помогает. Мы очень благодарны за решение этого вопроса. Первый этап решен. Благодаря русской воле главы республики он сказал, сделали, народ видит. Надеемся, что продолжение в этом году и в следующем будет этого вопроса. Однако есть и проблемы. Опросы, проведенные в муниципалитете, выявили бы левые точки. Первое место безработницы. Второе место доступности и качества в медобслуживании. И третье проблема в сфере ЖКХ. Председатель правительства Чувашии Иван Моторин напомнил еще об одном нерешенном вопросе. Затянувшемся расселении Ветхого дома. Властям муниципалитета необходимо найти компромисс с жильцами, поскольку жить в здании уже небезопасно. Хорошую новость, важную не только для Парецкого района и для Чувашской республики, но и для всего Поволжья, озвучил министр транспорта. Один из важных объектов, который играет межрегиональное значение, является, безусловно, Парецкий мост. Вопрос публично сейчас озвучивается. Проект капитального ремонта моста прошел экспертизу. В конце февраля, в начале марта будет разыгран лот. И, я так понимаю, мы уже в начале марта получим с вами подрядчика, который приступит к работам. Планируем все-таки, чтобы за полтора года закончили наши подрядчики. Елена Гальперина, Павел Иритков, Республика. Проехать сотни километров, пересечь несколько регионов и надеть наручники в Чувашии. В Чебоксарском районе полицейские пресекли деятельность криминального автокурьера. 39-летний житель Башкирии намеревался провести через республику более 18 килограммов гашиша. Однако эту миссию ему сорвали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков. Подробности в материале моего коллеги из пресс-службы МВД по Чувашии Егора Алексеева. Несмотря на позднюю ночь на одном из участков трассы М7 Чебоксарского района оживленно. Здесь полицейским в ходе успешной спецоперации удалось задержать автокурьера. 39-летнего жителя Башкирии подозревают в незаконной перевозке запрещенных веществ. Мужчина подтверждает подозрение стражи порядка и сообщает, что в салоне его автомашины и вправду есть таинственный груз. За что задержали? За содержимое в автомобиле. А что там у вас в автомобиле? Брикеты какие-то. В ходе досмотра транспортного средства было обнаружено несколько десятков плиток с гашишем, общий вес которых превысил 18 килограммов. До завершения криминального турне мужчине оставалось немного. Крупнейшую партию смертельного зелья он забрал в Московской области и намеревался сбыть в Татарстане. Если бы злоумышленник сумел довести преступный замысел до конца, то на улицах могло оказаться до 90 тысяч разовых доз наркотиков. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигуранта судом избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Я не знаю даже с кем я разговаривал, я же к Сабире общался, мне туда приходили сообщения. А напрямую с кем-то встречались вообще? Нет, никогда. По словам мужчины, в этот преступный бизнес он втянулся случайно. Увидел объявление о высоком заработке и решил откликнуться. Проработать удалось ему около месяца, однако уехать в места не столь отдаленные придется надолго. Мужчине грозит серьезный тюремный срок. Министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Владимир Аврелькин, на которого еще 14 декабря прошлого года завели уголовное дело, отстранили от должности. Соответствующее распоряжение сегодня подписал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Сегодня в Чувашской республике в соответствии с национальным планом по противодействию коррупции и законом о противодействии коррупции проводится планомерная ежедневная и кропотливая работа по недопущению коррупционных нарушений как со стороны лиц, замещающих год должности, так и лиц, которые являются государственными и гражданскими служащими. В соответствии с тем, что в отношении вице-премьера, министра экономического развития Чувашской республики Аврелькина Владимировича возбуждено уголовное дело, после изучения дополнительно принятых мер главой Чувашской республики подписано распоряжение об отстранении Аврелькина Владимировича от исполнения своих служебных обязанностей на период проведения дополнительных проверочных мероприятий. Также мы хотели бы довести информацию, что и в отношении сотрудников Министерства экономического развития, в частности девяти сотрудников, проводится такая же проверка. По результатам проведенных проверок, по каждому государственному и гражданскому служащему будет принято отдельное решение. Узбекистан, Казахстан, Латвия, Монголия, Польша и Беларусь. Доля экспорта зерна только в эти и ряд других стран в прошлом году увеличилась до 7 тысяч тонн. Покупатели, как в России, так и за границей, обращают внимание на качество продукции. Оно, в свою очередь, во многом зависит от условий хранения. Очередную проверку сотрудники управления Россельхознадзора Почувашии провели в Яльчикском районе. Зерно и условия его хранения должны соответствовать единым требованиям. Так, инспекторы Россельхознадзора Почувашской республики и Ульяновской области в прошлом году объездили 11 хозяйств. Недочеты находятся повсеместно. Протечки крыш недопустимо, щели, незастекленные окна. Все это способствует проникновению птиц, грызунов и в дальнейшем способствует ухудшению качества зерна. Следующее нарушение – это реализация зерна без декларации о соответствии. Декларация о соответствии – это документ, который удостоверяет качество и безопасность зерна. Если зерно реализуется незадекларированное, во-первых, это вводит потребителей в заблуждение, во-вторых, зерно является небезопасным. В прошлом году были выявлены такие нарушения, как недостоверное декларирование. Недостоверное декларирование – это зерно проверено тоже не на все показатели. Проверке подлежит и зерно, которое производится для собственных нужд предприятий. Закрытое акционерное общество «Прогресс» Яльчикского района – крупное многоотростливое хозяйство. Здесь выращивают зерновые и кормовые культуры, разводят крупный рогатый сход. Так хозяйство обеспечивает селян высокооплачиваемыми рабочими местами круглый год. Качеству производимого зерна уделяют самое пристальное внимание. Сейчас хозяйство готовит материал для весеннего сева. В зимнее время в основном мы семенным материалом работаем. В этом году урожай, конечно, по сравнению с 2017 годом, у нас немножко он упал. Полученный урожай у нас в 2018 году для хозяйства хватает. И мы свое зерно на сторону не продаем. Я, как сказал ранее, что пропускаем через животного сло. В прогрессии инспекторы замечаний по условиям хранения не выявили. А такие проверки будут продолжены до середины марта. В ближайшее время инспекторы планируют посетить Батаревский, Цивильский, Чебоксарский и другие районы. Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Новый год, новые тарифы за услуги ЖКХ. Повышение пройдет в два этапа, в январе и в июле. Сколько придется платить за коммуналку в нашем материале. Тариф на электроэнергию для горожан поднялся на 5 копеек. Для сельских жителей на 3. В июле цены вырастут на 6,4 копейки соответственно. Итоговая сумма в квитанциях за услуги ЖКХ будет равна 3 рубля 36 копеек или 2 рубля 35 копеек. Стоимость кубометра газа увеличится сначала на 9, затем на 11 копеек. Поднимется плата изового смусора. С января 2019 года с ростом 1,7. Данный размер платы составит 75 рублей 70 копеек. Связано это изменением ставки только ставки НДС. Со второго полугодия размер платы 76 рублей 90 копеек с ростом 1,6%. Такой тариф не устраивает сельских жителей. Мусора из районов вывозят немного, а сумма в квитанциях набегает порядочная. Сегодня мы анализируем численность и выводим на среднюю цифру, которая по факту сложилась по итогам трех месяцев. По этим результатам наше предложение будет применить какой-то понижающий коэффициент для индивидуального жилищного сектора. Осуществляется замер фактических объемов вывоза. Рост тарифов на воду составит 1,4%, а ТПО – 1,6%. С июля эти услуги вырастут еще на 2%. Все изменения контролируются правительством страны и не выходят за установленные рамки. На адресную поддержку в сфере ЖКХ из бюджета республики направят 300 миллионов рублей. Все установленные выплаты Минтрудом Чувашской республики будут осуществляться своевременно и в установленные сроки. Возмещение затрат на все эти виды субсидий и компенсационных выплат будут осуществляться только при отсутствии задолженности. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика. 12 тысяч выпускников 9-х классов в этом году сдадут основной государственный экзамен. О том, какие изменения коснутся АГЭ и ЕГЭ, говорили на пресс-конференции в Министерстве образования и молодежной политики Чувашии. Слушала Юлия Важенина. Новшество этого года для выпускников 9-х классов – обязательное итоговое собеседование по русскому языку. Оно пройдет 13 февраля. Школьников проверят на владение навыками спонтанной речи. Чтение текста вслух, его пересказ, монолог по теме и диалог с экзаменатором. Участникам нужно будет выполнить 4 задания. В собеседовании обязательные условия допуска к государственной итоговой стации. Также, как и в прошлом году, выпускники 9-х классов дают у нас 4 экзамена. Два обязательных русский математика и два предмета по выбору. Других, вот, новших изменений 9-х классов у нас нет. Хочу обратиться к нашим родителям и сказать, что не надо бегать по репетиторам. Это школьная программа. Кардинальных изменений в экзаменах нет и для учеников 11-х классов. ЕГЭ в этом году сдадут также по 14 общеобразовательным предметам и двум обязательным. Новшество в ЕГЭ по математике. Выпускники этого года не смогут сдать и базовый, и профильный экзамен, как это было раньше. Теперь им придется выбрать что-то одно. В этом году увеличилось количество иностранных языков. То есть теперь вместо 4-х их 5. К английскому, французскому, немецкому и испанскому прибавился китайский. Мы хотим, обращаясь к родителям и самим выпускникам, говорить о том, что не надо бояться экзаменов. И если посмотреть по результатам экзаменов, мы говорим о том, что на территории Чувашской республики наши выпускники стабильно, хорошо, ежегодно сдают экзамены. На пресс-конференцию пригласили и студентов первых курсов, чтобы они поделились своим мнением о сдаче экзаменов в прошлом году. ЕГЭ сдать без репетиторов вполне возможно, но не всем. То есть бывают слабоватые ученики, которые отвлекаются от учебы, и чтобы их направить на это, нужны репетиторы, я считаю. А так можно без них. Леша Георгий – выпускник Чебоксарской школы. В прошлом году он поступил в Чигуну, факультет информатики и вычислительной техники. По его словам, для успешной сдачи ЕГЭ достаточно знания основной программы и самостоятельной подготовки. Родители, наоборот, хотели, чтобы я занимался с репетиторами. Они считали, что я недостаточно готов. Но я знал, что я смогу получить достаточно баллов, то, что я знаю, то, что мне хватит на поступление, и для себя тоже. Окончательное решение – воспользоваться услугами репетиторов или нет, принимает семья. Но если родители хотят почувствовать атмосферу ЕГЭ на себе, то у них есть шанс. В марте родители школьников могут попробовать сами сдать экзамен. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. На этой неделе, 19 января, верующие отмечают один из главных христианских праздников – Крещение. Тысячи людей традиционно принимают участие в крещенских купаниях. В Чуваше для этого оборудовано 134 купели, а 4 из них – в Чебоксарах. Сегодня их обследовала специальная комиссия. Именно сюда, к Свято-Троицкому монастырю в Чебоксаре, в крещенскую ночь, ежегодно приезжает самое большое число горожан и гостей столицы. Здесь оборудовано купили глубиной не больше 1 метра 30 сантиметров. Это удобно и безопасно, подтверждают чебоксарские маржи. Водичка хорошая, бодрящая. Купаю себе много, уже более 5 лет. Но крещение обязательно. Вода в крещении становится другая. И структура у нее меняется, и все. Она обладает целебными свойствами. Это уже мы проверены. Это года, которые у нас здесь проведены. Это полное подтверждение. Дохновение, настроение, бодрость. Ну, все дает. Сначала обливаться, ноги тренировать, контраст. Вот я, например, после 40 лет начала. Пройти к месту окунания можно по деревянным дорожкам. Для безопасности установили турникеты. Тут же палатка, в которой можно переодеться и согреться после святого омовения. Все время, в ночь с 18 на 19, здесь будут дежурить спасатели и медики, а также сотрудники полиции. И эти, и другие городские купели готовы. И соответствуют нормам и требованиям. Таков итог проверки специальной комиссии. Будет 4 купели здесь, в Сосновке, на левом берегу Волги, около церкви на проспекте трактора строителей и в коттеджном городке Дубки. Думаем, что число желающих искупаться будет примерно столько же, сколько и в прошлом году. Но учитывая, что в прошлом году было чуть холоднее, а завтра, обещают, где-то плюс 3, чуть потеплее в этом году. Может быть, и будет больше. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Бахтияр Вилеев, Республика. Таким стал этот четверг. Впереди вас ждет полезная информация. Я прощаюсь с вами до завтра. В этот раз роскошная меховая выставка от компании «Вятские меха», которая проходит под лозунгом «Все ради женщин», привезла в Чебоксары более 500 моделей. Ее ассортимент впечатлит любую даму. Особое внимание стоит обратить на норковые шубы и жилетки из новой коллекции сезона 2018-2019. Можно отстегнуть длину. Вот таким образом из длинной шубы превращается в полупальтон меховой. Также можно отстегнуть рукав таким образом. Все изделия можно приобрести как за наличный, так и безналичный расчет, так и в рассрочку от 6 до 36 месяцев. Для тех, кто желает приобрести за наличный расчет, мы предоставляем скидку до 15%. На ярмарке представлены шубы только российского производства с гарантией качества и по низким ценам. Приходите на выставку «Вятские меха», которая проходит с 10 по 13 января в ДК «Салют». «Энтузиастов-36» и совершите покупку любого норкового изделия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова